Приветствую, друзья! С вами Денис Пахомов и сегодня я хочу поговорить с вами о таком виде тренировок, как плеометрика. Большинство считает, что плеометрика это только прыжки. Как бы оно так и есть, по сути, но давайте разберемся, что же все это такое на самом деле. Итак, плеометрика это комбинация упражнений, которые развивают взрывную силу и построены на том, чтобы быстро сокращать и растягивать вашу мышцу. Поэтому давайте разберем основные упражнения, которые могут относиться к плеометрике. Конечно же, это все виды основных прыжков. Это прыжки в высоту, это прыжки в длину, это запрыгивание на тумбу, это прыжковые выпады. То есть, все, где вы, грубо говоря, выпрыгиваете. Но также к плеометрике можно отнести подтягивания с хлопком, отжимания с хлопком, броски мяча в цель, даже челночный бег. Потому что ваши мышцы настолько быстро передвигаются и меняют, грубо говоря, положение. То есть, быстрое сокращение растяжения мышц. Вот на чем строится плеометрика. В этом, вероятнее всего, вы тоже используете ее в своих тренировках, сами того не осознавая. Какие же плюсы плеометрики? Как и сказано в самом термине, она развивает взрывную силу. То есть, быть сильным, в принципе, неплохо, но, грубо говоря, приседая со штангой 300 кг, вряд ли вы можете запрыгнуть на высоту, там, грубо говоря, хотя бы метр двадцать, метр тридцать. Плеометрику часто развивают штангисты, легкоатлеты. То есть, те люди, которым неизменно нужна именно взрывная сила. Легкоатлета нужна для того, чтобы отталкивать себя от покрытия на манеже, да, или, ну, в общем, от дорожки. И штангисту нужна плеометрика для взрывной силы, для того, чтобы задать вот эту вот взрывную инерцию и передать ее в штанги, которая будет двигаться вверх в тот момент, пока штангист будет уходить под нее. Но также плеометрика важна всем тем, кто развивает силу и развивается всесторонне. Как я сказал ранее, приседая с большим весом, либо, грубо говоря, жим от груди, это все хорошо. Но где ваша скорость? Часто качков, извините, если так можно сказать, упрекают в том, что они вот такие зажатые, деревянные и, да, вот эти куча примеров о том, что большой шкаф громко падает, о том, что ты закрепощенный, ты медленно двигаешься. Это как раз вот отсутствие плеометрических упражнений. Я думаю, те, кто занимаются боксом, неоднократно сталкивались с упражнением, когда быстро выбрасывается мяч. Для чего? Для того, чтобы была скорость и сила, и скорость удара. Вот, в принципе, вот вам явный пример плеометрических упражнений даже в боевых искусствах. Не говоря уже о каком-то фитнесе или силовом развитии. Поэтому не пренебрегайте этими упражнениями, развивайтесь всесторонне. Для того, чтобы вас в будущем не упрекали о том, что вы какой-то неповоротливый, медленный. Все зависит от вашего развития. Повторюсь, как и в некоторых выпусках, вы прогрессируете там, в том виде, в котором вы, ну, то, что вы практикуете. Поэтому, если вы хотите не терять скорость и при этом немножко поднапрать, если вы занимаетесь, допустим, боевыми какими-то искусствами, ударными, вы хотите стать немного мощнее, больше, но при этом боитесь потерять скорость. Если вы будете ее параллельно развивать с силовыми тренировками, вы не потеряете. Но у плеометрических упражнений также есть ряд противопоказаний. Это, конечно же, огромный лишний вес, либо просто лишний вес, которому ваши суставы еще не подготовлены. И, конечно же, это проблема с самими суставами, то есть проблема с опорно-двигательным аппаратом. Поэтому перед тем, как начать, допустим, прыгать на огромную высоту, да или, в принципе, прыгать, хорошо разогревайтесь, пробуйте, начинайте с малого. В принципе, как и в любой тренировке с весом, начинать нужно всегда с малого и смотреть, как реагирует ваш организм. Но в целом, в принципе, плеометрикой можно заниматься каждому. Просто у каждого свой уровень. Кто-то будет прыгать на степ 23 сантиметров изначально, а кто-то сразу преодолеет высоту 50, 60, 70 сантиметров, а может быть даже целый метр. Поэтому пробуйте, практикуйте, пишите в комментариях те упражнения, которые вы тоже можете отнести к плеометрике, может быть, которые я не упомянул. И будем развиваться вместе. Вот такой вот коротенький выпуск. Развивайтесь, прогрессируйте. Всем удачи и силы.